Во всём мире Франция ассоциируется в первую очередь с великолепными памятниками старины и прекрасной кухней. В нашем путешествии мы попробуем совместить одно с другим. Ну что ж, бон ваяж и бон аппетит. Историко-гастрономическую экскурсию мы начнём в сердце Парижа, у подножия Эйфелевой башни. Башня была построена в 1889 году по случаю Всемирной выставки. Металлическая конструкция была не по вкусу парижанам того времени. Её высмеивали, называли подсвечником или жирафом. Но со временем она стала символом и главной достопримечательностью города Носени. Статус самого высокого строения в мире башня удерживала до 1929 года. Другая архитектурная визитная карточка Парижа, сверкающая белым камнем, базилика Сакре Кёр на холме Монмартр. Её строительство во время франко-прусской войны в 1870 году начали два промышленника. По замыслу храм должен был уберечь Париж от военных разрушений. Одна из самых великолепных и наиболее значительных святынь Франции – кафедральный собор Нотр-Дам. Он построен на островке Сите на Сене. Нотр-Дам строился около 170 лет и стал образцом европейской готики. Он был свидетелем важных исторических событий. Здесь Наполеон принял от Папы Римского императорскую корону. Фонтан с футуристическими столбами вырос по дороге к Лувру, одному из самых крупных и известных музеев изобразительных искусств в мире. Сразу за Лувром возвышается величественный Пале-Рояль, резиденция прославленного кардинала Ришелье. Во внутреннем дворе 262 цветных колонн, очень характерный для Парижа пример объединения старины и современного искусства. Инсталляция авторства Даниэля Бурена вызвала много споров, но спустя время получила таки всеобщее признание, как и Эйфелева башня. Теперь обе достопримечательности привлекают туристов. Триумфальная арка, площадь Согласия и площадь Деголля – достойные символы могущества нации и гордость столицы. Полны величия и Елисейские поля с многочисленными театрами, ресторанами, эксклюзивными магазинами и отелями. Любовь к роскоши у французов в крови. Кажется, достоинства исполнены даже исторические стены. Отель Вестминстер на Рю-де-Ля-Пе был вначале частью монастыря, затем постоялым двором, который облюбовали вестминстерские принцы. Отсюда современное название. Церковь Святой Магдалины была построена по указу Наполеона как храм в честь французской армии. В ее стенах в 1849 году служили за упокойную мессу Афредерики Шопенни. Спустя 7 лет здесь прощались с Адамом Мицкевичем. Пора немного передохнуть, то есть вспомнить о французской кухне. В нескольких шагах от церкви Святой Магдалины находятся знаменитые магазины деликатесов Эдьяр, одни из старейших в городе Носене. Своеобразным пиршеством духа будет прогулка по садам Тюэльри. Открытые для широкой публики в 18 веке, они стали одним из самых посещаемых мест Парижа. На другом берегу Сены, в аристократическом шестом округе, гурманов притягивает шоколадное кафе Дебоф-Эгале. Кондитеры выставляют свои творения так, будто это шедевры ювелирного мастерства. Такими пирожными наслаждались короли и принцы. Клиентами Дебоф-Эгале были Бальзак и Пруст. Помимо классических пралине из миндаля или лесных орехов, на полках высится пирамида шоколадных трюфелей из утонченного Крем Фреш. Следующая остановка на пути парижских гурманов – знаменитый Бартелеми. В неприметном магазинчике выложено более двухсот видов сыра. Постоянный клиент магазина – Валерий Жаскар де Стэн, бывший президент Франции. Лильский мимолет, эльзасский мунстер или куршевельский том. У Бартелеми можно приобрести любой из знаменитых французских сыров. Мы покупаем сыр Апуэн, то есть в оптимальной фазе созревания. Владелец магазина – президент Парижской гильдии сыроваров. Во времена революции центром площади Согласия была гильотина. Ее заменил египетский обелиск, привезенный из храма в Луксори, и два фонтана по образцу тех, что украшают площадь Святого Петра в Риме. Самый праздничный напиток в мире не имеет заграничных аналогов. Настоящее шампанское – символ роскоши и атрибут новогодней ночи – производят только во Франции, а точнее в единственном ее регионе – шампани. Напиток создается по строгим стандартам. Для его производства можно использовать только три вида винограда – пино-нуар, пино-менье и шардоне. Правила регламентируют границы региона, объемы сока, которые можно получить из килограмма ягод, сроки созревания вина и содержание сахара в каждом конкретном сорте. Монтань де Реймс – один из трех ключевых регионов виноградарства в Шампане. Идет сбор винограда сорта пино-нуар. Как предписывает обычай, сбор происходит вручную, ягода за ягодой, в небольшие мисочки. Этот виноград недопустимо сваливать в большие контейнеры. Короткий отдых и вновь за работу. Виноград должен как можно скорее попасть на выжимку. Игристое вино обязано своим существованием бенедиктинскому монаху 17 века. Отец Переньон открыл метод производства шампанского случайно. Он решил понять, отчего по весне вино в погребах начинает бурлить, высаживать пробки и взрывать бутылки. Волшебные пузырьки образуются во время процесса созревания вина. Наполненные бутылки должны вылежаться два года со слегка наклоненными в сторону пробками при температуре не ниже 2 и не выше 5 градусов. Ежедневно каждую бутылку поворачивают на четверть оборота. В погребах шампания созревает более миллиарда бутылок. Каждая из них, прежде чем отправиться в свет, должна пройти тщательный контроль качества. Необходимо пресечь малейшую оплошность, ведь шампанское – визитная карточка Франции во всем мире. С шампанским связана одна деталь, которую обычно не афишируют. Бутылку и пробку к вину, которые бы выдержали давление газа, придумали вечные соперники французов – англичане. Улыбающийся ангел – символ готического собора в Реймсе, который на протяжении многих столетий был традиционным местом коронации французских монархов. Реймс горд своим богатым историческим наследием. Город играл важную роль на политической арене уже во времена Римской империи. В V веке н.э. король франков Хлодвиг принял в Реймсе крещение, положив начало христианизации Франции. Вот уже 300 лет историческая столица региона считается и столицей благородного напитка с пузырьками. Утонченные гурманы обязательно должны посетить шикарный ресторан «Ля Крае» на окраине города. Под галейским петухом не раз гостили иностранные делегации и главы государств. Владелец и шеф-повар единственного в шампании трехзвездочного ресторана – Жерар Буайе. К каждому из блюд хозяин рекомендует шампанское определенного сорта и года. На сегодня наш выбор прост – на тарелке филе Тюрбо. Настоящие любители шампанского пьют его при любом подходящем случае. Игристый напиток – король вин, поэтому надо пробовать его сосредоточенно, с уважением, смакуя каждую каплю. На другой берег Луары, в Ген, мы попадаем по такому нетипичному мосту-каналу. Триумфальная арка возвышается над одной из красивейших площадей в Европе, названной в честь ее основателя – короля Польши и принца Лотаринги Станислава Лещинского. Нанси в Восточной Франции стала его прибежищем после отречения от престола и изгнания с родины. Город сохранил свою историческую красоту и в то же время молодость и статус крупного университетского центра. Архитектура здесь не угнетает своим величием, преобладают легкие красивые здания в стиле Ренессанс. Гастрономическая визитка эльзасской столицы, Страсбурга – это колбасная лавка «Фрик-Люц». Здешние мастера ветчинных дел творят настоящие шедевры кулинарного искусства. Мы можем подсмотреть, как создается очередное творение. Третер тщательно окутывает великолепную ветчину тонким слоем теста. Найти нужную консистенцию нелегко. Тесто должно быть эластичным и в то же время достаточно плотным, чтобы не порваться. После запекания хлебная оболочка становится ломкой. Этот вид выпечки называется патте-брезе. Колбасник ловко придает тесту удивительные формы. Розочка – это классический мотив в украшении печеного мяса и паштетов из дичи. Изделие покрывается яичным белком, который придает приятный блеск. Ветчина отправляется в печь на 1-2 часа, пока тесто не приобретет золотисто-коричневый оттенок. В этой же печи готовятся паштеты, точнее террины. В нашем кулинарном словаре нет определения для паштетов, запеченных в тесте. Все готово. Шедевр кружевной готической архитектуры, манифест пламенной веры – знаменитый Страсбургский собор. Построенный из песчанника, он взмывает к небу, как прекраснейшее широкое древо Бога. Так писал о нем Гёте. Одна из столиц Евросоюза уже в Средневековье звалась Перекрестком Европы. Самые интересные памятники старины можно увидеть с палубы экскурсионного теплохода, который ходит по каналу вокруг исторического центра Страсбурга. Закованная в четыре канала река Иль, вырвавшись из города, попадает в прекрасные романтические декорации. Река лениво катит своей водой через городок Ильхезерн. Более сотни лет семейство Эберлен держит в нем знаменитый трактир Оберж-де-Лиль. В престижном путеводителе Мишлен трактир уже долгое время помечен тремя звездами. Фирменное блюдо заведения в исполнении шефа Марка Эберлена. Нежное суфле из лосося и щуки, приправленное мускатом и эльзасским рислингом. Это горячее блюдо придумал прадед шеф-повара. В качестве гарнира – паштет в тесте и порубленные помидорчики. Бон аппетит! Крепкий эльзасский рислинг подается в пузатых чашках и подчеркивает вкус и аромат рыбного суфле. Красивые здания, освещенные солнцем виноградные склоны и гордые средневековые стены. На рю Дювен, южно-эльзасском винном пути, стоит романтический Казерсберг. Своим названием он обязан германскому императору Фридриху II, который построил тут в XIII веке замок. Мощеные улочки и украшенные фонтаны, а с ними и дома в прусском стиле, счастливо пережили сотни лет бурной истории. За могучими стенами кроется множество лавок, которые предлагают белые вина с богатым вкусовым букетом. Эта вывеска заманивает голодных гостей. Здесь можно попробовать эльзасское национальное блюдо – королевскую тушеную капусту. Она содержит целых 13 различных видов мяса и колбас. Главное – солонина и свиная корейка. Ко всему этому еще пара картофелин. Эльзасская кухня полна мяса. Откуда взялся велосипед на вывеске? Владелец заведения – бывший велосипедист, некий Роже Хассенфордер. В 50-е годы прошлого века он произвел фурор в среде покорителей горных этапов Тур-де-Франс. Истинные знатоки вина дегустируют напиток из специального сосуда – хромированной емкости. Ее форма подчеркивает цвет, аромат и вкус напитка. Третья неделя ноября в Бургундии – Дни Благодарения. В небольшом городке Бон проходит праздник вина. Красочный фестиваль – прелюдия к важным торгам, которые начнутся, когда винный дух выветрится из головы. Не стоит спешить. Когда осень затягивает небо в серый цвет, выступления циркачей и музыкантов красят обыденность в яркие цвета. В эти дни весьма живописно выглядит и Дижон – историческая столица Бургундии. Его правители оставили в память о себе великолепные дворцы и собор Нотр-Дам. Бросим еще один взгляд на прекрасную церковь Сен-Мишель. Бон притягивает нас непостижимым образом. Все ясно. Вечер субботы – лучшее время для того, чтобы прогуляться по рынку на пляс Деля-Аль. При одном только виде местных деликатесов текут слюнки. Запахи немилосердно искушают тех, кто старается ограничить себя в калориях. В нескольких шагах далее мы видим прекрасный памятник позднего Средневековья. Отель Дье был вначале приютом для странников, а затем, вплоть до 70-х годов XX века, городской больницей. Со всеми своими башенками, окошками на крыше и украшениями он вовсе не выглядит как приют, скорее, как замок богатого господина. Впечатление производит пестрая черепица, напоминающая о знаменитом соборе святого Стефана в Вене. Основателем приюта для бедных был Николя Ролен, мудрый и великодушный канцлер принца Бургундии Филиппа III. Старинная аптека XVIII века. Зал для больных выглядит как большой церковный неф. Это впечатление подчеркивает алтарь авторства Рогира Вандер-Вейдена. В Шенове отмечают Фет де ля Прессе, местный праздник сбора винограда. Сегодня жители надели исторические костюмы. В дело идет старинный пресс для винограда, ему уже несколько сотен лет, но действует он исправно. Зрители могут убедиться в этом раз в году, во время праздника урожая. Под давлением 20 тонн свежесобранный виноград отдает столько сока, сколько помещается в ста бочках. Сегодня гости могут пробовать его бесплатно и в неограниченном количестве. Бургундия — колыбель монашеского ордена цистерианцев, которые вернулись к евангелической практике аскезы. Их монастырь в Фонтене по сей день остается тихим приютом. Цистерианцы хотели всей своей жизнью подражать Христу. Они отрекались от богатства, жили в молчании и молитве. Отреставрированное здание аббатства своей строгой архитектурой подчеркивает эти устремления. А мы возвращаемся к утехам Диониса. После года выдержки бочка открывается в первый раз. Четыре точных удара. Ведущий церемонии знает свое дело. Для отделения осадка вино проходит процесс переливки, сутираж. Этим занимается мастер, которому помогает серебряный тест Вен и другие специальные приспособления. В бочке образуется крепкое и насыщенное вино Крю де Бон. Его исключительный вкус прилагается к филе судака, запеченного в имбирной пасте, и блюду из артишоков. Толстые дубовые бочки с бажале этого года – главный объект традиционной процессии праздника вина. Рубиновый напиток сегодня разливают бесплатно. И это не просто винище, которым завалены европейские супермаркеты поздней осенью, а самые благородные сорта бажале определенной выдержки. Десять лучших виноградников приглашают на свой праздник в первые выходные мая. Каждый год торжество проходит в разных деревнях, на этот раз во Флёри. Одна из достопримечательностей – мобильный винокуренный заводик, в котором производится крепчайший напиток – бренди Марк де Божоле. В изготовлении используется то, что осталось от винограда после производства вина Божоле. Золотистый цвет напиток приобретает благодаря созреванию в дубовых бочках. И вином, и крепким бренди лучше всего наслаждаться под музыку. На юге Бургундии Божоле часто называют «ля монтань» – горным вином. Виноградные склоны здесь высоки и полны солнца. Местность, что тянется к северу от Леона, радует глаз живописными сельскими пейзажами. По винному пути можно путешествовать на велосипедах. В этом случае дегустировать придется лишь символически. В шатое-де-Варен путешественников торжественно встречают. В погребе замка мы узнаем пару секретов производства Божоле. Разумеется, обязательно должны использоваться благородные пробки. Дегустация проходит в погребе, ведь Божоле можно пить охлажденным, в отличие от других красных вин. Восхитительный вкус, прекрасный цвет. Но важнейшее из чувств при дегустации вина – это обоняние. Говорят, что нос должен уметь различать до 4000 запахов. Язык знает лишь 4 вкуса – сладкий, горький, соленый и кислый. Ретур а-ля натюр – возвращение к природе, за которое ратовал знаменитый писатель и философ Жан-Жак Руссо. Зеленый идиллический край раскинулся над Луарой недалеко от Руанна. Незнающая человеческой руки природа расцветает весной необыкновенно пышно. Замок XI века Шато-де-Ля-Рошь выглядит в этих декорациях сказочно. Плодородная холмистая местность Маконне находилась под присмотром средневековых владельцев из Шато-де-Берзе. Перед массивной крепостью цветет ухоженный сад. Немного далее – еще более сельский вид. Тьерий Шевене начал разводить коз на ферме в Уреньи шести лет от роду. Первую козочку ему подарили родители. Сегодня в хозяйстве Тьерий более двух с половиной тысяч коз. Может, это и много, но на скотоводческий комбинат не похоже. Напротив, животные свободно пасутся на свежем воздухе, и хозяин неустанно заботится о них. Довольные жизнью, коза дают ежедневно от трех до четырех литров отличного молока. Из него готовится любимый французами сыр. Сыр делают здесь же, в домашней сыроварне. Архитектурная визитка Леона – базилика Нотр-Дам-де-Фурвьер. Как и парижский собор Сакре-Кер, она была построена в конце XIX века на частные средства и в тех же целях – способствовать установлению мира. Благодаря щедрым взносам леонских горожан, храм обрел почти византийское великолепие. На протяжении столетий Богородица в Леоне была окружена особым почитанием. Построенная в ее имя базилика на холме Фурвьер парит над морем домов. У города на слиянии рек Роны и Соны есть немало поводов для гордости. Не последняя из них – городская ратуша Отель-де-Виль. Полвека спустя было возведено здание оперы в стиле неоклассицизма, которое по праву считается второй после Парижа французской сценой. Реалистический рисунок на фронтоне этого здания увековечил многих легендарных личностей. Поль Бокюс – известнейший леонский повар, братья Люмьер – пионеры кинематографии. А в нарисованных на стене витринах столь же реалистично изображены деликатесы. Издалека они выглядят как настоящие. Эти куриные ножки считаются самыми вкусными. Вместе с паштетами и другими деликатесами они ждут своих покупателей в огромном торговом зале «Леона». Вареная колбаса и сервелат – мясная специализация «Леона». Неожиданно смотрятся глазированные торты. Они не из теста и шоколада, а из лосося или толченой гусиной печени, знаменитой фуа-гра. В столице гурманов, каковой считается «Леон», обязательно должен быть богатый выбор первосортной свежей рыбы и даров моря. Славу приносят «Леону» также кондитеры и шоколатье. Свои уникальные высококалорийные произведения они демонстрируют во время ежегодного конкурса. Членам жюри нелегко, но многие им лишь завидуют. С базилики открывается великолепный вид на исторический центр города. Лабиринт старинных улочек относит к лучшим архитектурным ансамблям эпохи Возрождения в Европе. В 1998 году он был внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В массиве западных Альп на востоке Франции расстилается дикий край Вануаз, прибежище многих редких видов растений и животных. Символ этого старейшего во Франции национального парка – альпийский козирог. Его популяция выросла с 40 особей в 1960-х годах до 2500 на сегодняшний день. На самых высоких территориях Франции, лежащих у альпийских ледников, наслаждаются свежим воздухом и сочной травой коровы, как в рекламе шоколада. Своих хозяев они благодарят превосходным молоком, из которого производится знаменитый горный сыр Бофор. После прессования сырный круг может весить до 70 килограммов. Неудивительно, что французы называют его в соответствии с формой «мель» – мельничным колесом. Во время французской революции Бофор велено было выпускать в промышленных масштабах и привозить на благо народа в Париж, что в дальнейшем только способствовало его популярности. Прежде чем сыр приобретает свой чуть кисловатый и фруктово-овощной вкус, он должен созревать как минимум год. Авеньон на юге Франции приветствует гостей свысока, видом могучей крепости. С ней контрастирует филигранный мост через Рону. И хотя от средневекового оригинала остались лишь пролеты, популярная детская песенка на Авеньонском мосту прославила его на весь мир. В начале XIV века Авеньон на несколько десятилетий стал резиденцией римских пап, сильно зависевших от французских правителей. Верховные католики жили в Большом папском дворце. На католическом юге употребление хлеба и вина носит особый ритуальный характер. Раз уж речь зашла о вине, то в поисках лучших сортов стоит посетить средневековый городок Шатанёв-дю-Пап, бывшую летнюю папскую резиденцию на другом берегу Роны. Прекрасно сбалансированные тонкие вина могут вылежать в бутылке до 10 лет. Бутылка тоже непростая, с папским гербом. Именно по инициативе папы римского здесь начали выращивать виноград. Дегустация происходит в Шато-де-Водьё. Участие в ней – настоящая привилегия, поскольку некоторые урожаи Шатанёв-дю-Пап относятся к лучшим винам в мире. Хозяин виноградника Лоран Бретте принимает сегодня знаменитого баварского знатока вин Хельмута Меркеля. В производстве папского вина используется главным образом виноград сорта Гренаж. Мы переносимся в живописную скалистую местность, окружающую городок Русиён. Её называют «Палитры Прованса». Одного только оттенка охры, которой богата здешняя земля, насчитывается семнадцать видов. Сам Русиён находится на живописном холме. В сороковых годах прошлого века здесь жил и работал писатель Сэмуэль Беккет. Волнующиеся поля ярко-фиолетовой лаванды и поднимающийся над ними сладковатый аромат наполняют Прованс сказкой. 15 августа в праздник Успения Богородицы городок Со становится центром лавандового фестиваля. Он начинается с соревнований в собирании цветов на время. Более шестисот лет городок Апт считается столицей засахаренных фруктов. Они консервируются в ходе многократного погружения во всё более сладкий сироп. В давние времена это был единственный способ сохранить на зиму дары природы из самого большого сада Франции. Сегодня засахаренные фрукты из Прованса считаются традиционным рождественским угощением. Могучие обветренные скалы формируют пейзаж у исторической деревушки Лебоде-Прованс. В крепости, частично выбитой в скале, жили провансальские феодалы. Бывали здесь и трубадуры, прославившие это место в своих песнях. Позже в замке господствовал род Манвилей. Его члены устроили здесь центр протестантской оппозиции и пытались поднять восстание против короля. Поэтому в 1632 году кардинал Ришелье приказал уничтожить замок. Дорога на юг пролегла между рядами платанов. Во Франции их великое множество. Наполеон велел обсадить ими все дороги, чтобы платаны давали тень для марширующей армии. Экс-Ан-Прованс был основан еще в римские времена. Перед старым зернохранилищем ежедневно проходит продуктовая ярмарка, пир для взора и обоняния. Экс радует нас солнцем, кухней и приятной атмосферой. 90% французов заявляет, что не имело бы ничего против того, чтобы поселиться в Экс-Ан-Провансе. Здесь родился, жил и умер один из знаменитейших французских художников Поль Сезан. Кто знает, может быть, к рисованию его склонило богатство красок на провансальских рынках. На юге Франции природа расцветает с необыкновенной энергией, одаривая жителей вкуснейшими плодами. Для южного побережья Франции характерны скалистые бухточки Каланг, чем-то напоминающие фьорды. Некоторые из них, как те, что недалеко от Марселя, используются в качестве естественных портов для яхт. Лазурный берег – популярнейший туристический регион Франции. На маленьком кораблике можно добраться до Паркироля, самого большого из островов архипелага Иль-Диер. Переправа длится 20 минут, и мы попадаем в совершенно сказочный мир. Тишина, покой и никаких машин. В эпоху Возрождения Паркироль называли «Золотым островом». С тех времен он продолжает очаровывать своих гостей идиллической красотой. Путешественников ждет и вот такой гостеприимный ковчег. Фирменное блюдо этой таверны – знаменитый буябес – рыбный суп. Он подается с чесночным соусом «Руй». Им надо намазать хлеб и окунуть его в бульон, который в хороших ресторанах подается отдельно от рыбы. Но рыба таки попадает в суп, и ее вкус подкрепляется глотком доброго вина. Например, крепкого шардоне из виноградников Паркироля. Буябес – очень популярное блюдо на Ривьере, но рецептов его столько же, сколько поваров. Шеф-повар Жан-Поль Муран придерживается традиций. Вначале он подрумянивает картофель и лук в оливковом масле. Бульон готовится как минимум из четырех разных сортов рыбы. Среди них обязательны солнечник и морской петух. В сети здешних рыбаков нередко попадают дорада и угорь, а также крабы. Рецепт рыбного супа возник стихийно. Все, что оставалось непроданным, рыбаки обычно бросали в кипяток из морской воды, заправляя доступными овощами и травами. Десять минут, и Буябес готов. Сад Эспас Ван Гог в Арле, нарисованный рукой мастера и настоящий. Бывшая больница стала музеем знаменитого художника. Каменные памятники с двухтысячелетней историей создают облик Арля. Один из главных городов Нарбонской Галлии играл важную роль благодаря своему расположению на Роне, недалеко от моря, на пересечении дорог между Италией и Испанией. В Средневековье это был один из важнейших центров христианства. Именно в Арле в 314 году состоялся синод по делу донатистов, созванный Константином Великим. Улочки в тени платанов, посаженных по указу Наполеона, каждую субботу после обеда превращаются в почти восточный базар. Рынок в Арле, Марше де Лис, самый большой в Провансе и второй по величине во Франции. Настоящее царство ароматов и вкусов. Все деликатесы высшего качества. Фирменное блюдо этого региона – теллины, мелкие моллюски в бледно-зеленых раковинах. Готовятся с чесноком и свежими травами. Символ города – амфитеатр первого века нашей эры. На его арене два раза в год проходит бой быков. В древних стенах раздаются звуки бубнов и труп, возвещающих о начале большого праздника. Сегодня весь город на ногах. Даже те, кто не увлекается коридой, чаще всего бескровный, тоже выходят на улицы в праздничном настроении. После окончания кориды толпа перемещается на площадь форума. Атмосфера напоминает Испанию. Не в последнюю очередь из-за типичных блюд этой страны в местном меню. Наибольшим успехом пользуется гигантская паэлья. Что касается вина, то тут французы остаются патриотами. Братство провансальских виноградарей устраивает сегодня свой традиционный праздник. Раз в году достойное общество в исторических костюмах воздает честь Матери-Природе по случаю богатого урожая. Часть церемонии составляет проба вина. Большой кубок переходит из рук в руки. Чтобы принять участие в этом языческом ритуале, не надо обладать дворянским титулом, как было когда-то. Теперь членами конферри могут быть даже женщины. Тост за удачный урожай. Одно из великолепнейших произведений природы – ущелье, которое миллионы лет вытачивалось рекой Вердон. Нет ничего романтичнее, чем сочетание скал и обрывов, зеленой воды и пурпурных теней. Так писал о французском Большом каньоне Жан Жеоно. Можно добавить, что одно из удовольствий солнечного юга – купание в ключевой воде. Долина Вердон притягивает сотни туристов. Но здесь предостаточно места и для романтического уединения. Гораздо труднее сбежать от толпы в Сент-Тропе. Некогда скромная рыбацкая деревушка стала одним из популярнейших мест отдыха сливок общества. Людей посмотреть и себя показать. Приморская набережная, где чашечка кофе стоит целое состояние, служит подиумом для снобов. Романтическая атмосфера ждет нас чуть дальше, в тесных старинных переулках. Шумную толпу искушают ароматы пекарни Альберто Дюфрена. Муки выбора может попробовать пирожное «Трапезьен» – фирменный десерт из бисквита с пудингом. Искушение которому с удовольствием поддавалась Брижит Бардо. В средиземноморском воздухе разносятся притягательные ароматы. Так было и в давние времена, когда по улицам города кружили торговки с лотками, зовущие купить ароматные кремы, мыло и туалетную воду. Товар им поставляли из горного городка Грасс, который в эпоху Возрождения считался столицей парфюмерии, чья история запечатлена в местном музее. В парфюмерном магазине «Фрагонар» царит дурманищая смесь ароматов. Хорошие духи, как красивое платье, говорят во Франции. А платье, пусть даже самое красивое, должно идеально подходить женщине. Поэтому перед дамами, входящими в магазин, встает нелегкий выбор. Променад Дезангле – прибрежный прогулочный бульвар в Ницце. Этот портовый город был основан греческими моряками в IV веке до н.э. За греками пришли римляне, оставив после себя великолепное и хорошо сохранившееся архитектурное наследие. Старинная часть Ниццы дышит атмосферой типичных итальянских городков. Исторические улочки заполнены артистами и продавцами всякой всячины. Во время прогулки голод нам не грозит. Достаточно лишь остановиться у щедрых прилавков и выбрать что-нибудь из фруктов или других вкусностей. Карнавал в Ницце проходит с XIII века, но жители более мелких городков на Ривьере тоже умеют веселиться. Праздниками знаменит популярный курорт Ментона, расположенный в нескольких километрах от итальянской границы. В феврале здесь начинается фестиваль лимонов, во время которого на улицах вырастают огромные лимонные статуи. Сказочный пейзаж. Куда ни глянь, фантастические желто-оранжевые фигуры. Ментона не знает зимы. Даже в феврале вокруг прилавков со свежевыжатым соком толпится народ. Фрукты в этом регионе исключительно сладкие. Те, что выжимают в пластиковый стаканчик, попали сюда прямо с дерева. В воздухе пахнет лимонами, взор радует светлая зелень, смешанная с желтизной. А цветочные украшения создают яркие акценты. Венец Фет де Ситрон лимонного праздника, который проходит здесь уже несколько десятилетий, карнавальное шествие по набережной. По ней движется 15 украшенных повозок. Каждый из них представляет один фрукт, и над каждым из них трудились местные художники. Опасную конкуренцию их монументальным творением составляют прекрасные мажоретан. Парадокс. Скромное обмундирование, но дамы чувствуют себя во всеоружии. Каждый год фестиваль проходит под новым девизом. Праздник то комический, то ностальгический, но всегда сказочный и красочный. В этом сезоне главная тема – сказки Шарля Перро. В общую атмосферу прекрасно вписываются музыкальные группы с историческими инструментами. Лимонный праздник в Ментоне привлекает немногим меньше туристов, чем знаменитый карнавал в Ницце или гонки Формулы-1 в Монако. К юго-востоку от Арля нас ждет место, где время остановилось 2000 лет назад. В этом музее под открытым небом статисты демонстрируют, как в старину выжимали виноградный сок. Вандаж «Ромен» – выжимка на реконструированном галлоримском прессе проходит в «Ле Маз де Турель» в Бокер. Так выглядел винный погреб, воссозданный на основе старинных гравюр и описаний плиния Старшего и Катона. Как мы видим, выжимка винограда требовала большой силы, но конечный результат того стоил. Хотя вкус вина той эпохи, равно как и технологии его производства, были совсем не такими, как сегодня. В «Маз де Турель» можно попробовать вино римских времен. Тогда еще не использовали деревянных бочек. Вино ферментировалось в глиняных кувшинах, так называемых долиях, которые закапывали в землю. Напиток заправляли медом и приправами, такими как корица, перец и тимьян. В те времена верили, что вино омолаживает и придает сил. Его нельзя было пить женщинам и рабам. Каналь де ля Рубин был жизненной артерией Нарбонны, столицы прежней римской провинции. Рядом с каналом работает современный торговый зал. В 80 магазинчиках можно запастись деликатесами лангедока. В местной кухне мясо и ветчины из горных деревень встречаются с дарами Средиземноморья. Велик выбор оливок и различных сортов сыра. Каналь де ля Рубин соединяет Нарбонну со Средиземным морем. В римскую эпоху город был важным портом, отсюда отправляли главным образом вино. Начиная с XIV века побережье стало покрываться илом, а река От изменила свое течение, что привело к утрате важного статуса Нарбонны. Однако вино помогло городу пережить упадок. Изменились пути распространения напитка. Еще до восхода солнца месье Дидье Марти отправляется на рыбную ловлю в Этанг-де-Баш, лагуну к югу от Нарбонны. И каждое утро его сопровождает пение сотен птиц. Каналь Дюмеди – шедевр инженерной мысли. Эта сложнейшая система мостов, акведуков и шлюзов была построена в XVII веке по инициативе барона Пьера Поля-реке. Канал, который прокладывали 15 лет, соединил Средиземное море с Атлантическим океаном, оживив тем самым местную экономику. Сегодня здесь ходят главным образом экскурсионные и частные суда. Рейс по каналу богат на впечатление. Он проходит в окружении прекраснейших пейзажей. Пятнадцать лет напряженного труда. Кирками, лопатами и силой сотен рук создавалось то, что сегодня дарит волны расслабленности и удовольствия. К сожалению, автор проекта, барон Реке, не дождался окончания работ и умер в нищете. Главный город исторической области Руси-Йон – живописный и гостеприимный Перпиньян. В средние века он был столицей королевства Майорка. Это прослеживается в облике города. Французские каталонцы любят улиток. Они должны сопровождать любой праздник, особенно Пасху и Троицу. Городок Бониульс расположен на берегу Средиземного моря в южной части французского побережья. На местных застольях царит сладкое вино с холмов из глубины страны, главным образом из черного сорта винограда – гренаж. Виноград посадили на скалистых склонах греческие колонисты в VII веке до н.э. Традицию виноградарства развили тамплиеры. Лоза на труднодоступных склонах требует особой кропотливости. Венду натюрель – сладкое натуральное вино – созревает не в погребах, а во дворе, на свежем воздухе. В соответствии с методом XIII века процесс ферментации прерывается добавлением спирта. Заправленное подобным образом вино созревает несколько лет. Гордость провинции Лангидо-Круссион, растянувшейся вдоль юго-западного побережья Франции, это величественная крепость Каркассон. Свой сказочный вид средневековая твердыня приобрела после тщательной реконструкции в XIX-XX веках. Двойные стены с бастионами и башнями напоминают о давно минувших временах. С холма, на котором стоит замок, открывается далекая перспектива. Отсюда виден готический собор Святой Цицилии в Альби, городе, находящемся в часе пути от Каркассона. Укрепленный храм поражает богато украшенным интерьером. Прекрасный сад был частью дворца, где обитали всемогущие епископы Альби. Город привлекает любителей не только средневекового, но и более позднего искусства. В Альби родился Анри де Тулус Латрек, один из известнейших художников Бель-Эпок, прекрасной эпохи. Бывшая епископская резиденция превратилась в музей, посвященный самому известному сыну города. Мать художника передала городу большую часть его произведений, в том числе великолепную коллекцию плакатов. В Средневековье Каор пользовался дурной славой. Он был наводнен мошенниками и упоминался в одном ряду с Содомом в божественной комедии «Данте». Визитная карточка Каора – мост Волантре XIV века, прозванный Дьявольским. Прозвище подчеркнул архитектор XIX века Поль Гу, поместив на мосту скульптурное изображение сатаны. Тарнское ущелье на плато Кос – одно из самых красивых ущелий на континенте. Над пропастью посреди густого леса высится замок Шато-де-Ля-Кас. Сегодня шикарный отель. Каньон разрезает обширную известняковую возвышенность Гран-Кос. На некоторых плоскогорьях пасутся отаре овец. Из их молока делают знаменитый сыр с плесенью. Холмистый Оверн, расположенный в Центральной Франции, знаменит прекрасными полутвердыми солерскими сырами. Молоко для их производства дают красные коровы солерской породы. Порода коров названа по наименованию средневекового городка, расположенного в сердце этого сурового горного края. Ни в каком другом регионе Франции на столь малой площади не производится такое количество сортов сыра. На исключительный вкус сыров влияет качество молока, а на молоко – климат, почва и геология региона. Оверн – дикий, далекий от цивилизации район. Его ландшафт, сформированный извержениями вулканов, зачаровывает живописными горными цепями, ущельями и долинами, по которым прокладывают себе путь кристальные ледяные ручьи. Пеших путников ждут дома для ночлега. К сожалению, в поселке Кандат-Анфинье дело с ночлегом обстоит неважно. Здесь сдается только одна комната. Но в самом маленьком отеле мира, как называют его хозяева, каждый может согреться и поесть. Эта вывеска указывает на городок, находящийся в топах красивейших мест Франции – Сар-Ла-Ла-Канеда, в департаменте Дордонь, богат каменными домами эпох Средневековья, Возрождения и XVII века. Тщательно отреставрированные дома с богатыми орнаментами, узкие мощеные улочки, церкви и особняки создают заманчивую романтическую атмосферу. В магазинчики и на рынок в Сар-Ла попадают все деликатесы, которыми славен регион – гусиная и утиная печень, фуа-гра, трюфели, грецкие орехи и приготовленная множеством различных способов ветчина. К югу от Сар-Ла простирается живописная долина Дордонь. Одноименная река протекает мимо зеленых холмов, известняковых обрывов, величественных замков. Здесь редкостная разнородность пейзажей. Необычно выглядит средневековый городок Рокамадур. Он словно вырастает из скалы над огромной пропастью. Город возник после того, как здесь в 1166 году были найдены хорошо сохранившиеся человеческие останки. Было решено, что они принадлежат пустыннику, святому Амадуру. Пошли слухи о чудесах, и к часовне со статуей Черной Мадонны потянулись паломники, среди которых были и французские короли, Людовик IX святой и Филипп IV красивый. Последние сотни метров паломники шли на коленях, читая розарий, молитву Богородицы почеткам. Этот мост ведет в Бержерак, бывший некогда важным торговым центром. В память о прежней славе остались красивые дома в старом городе. Самый знаменитый уроженец Бержерака – несчастный влюбленный длинноносый Сирано. Он жил только на страницах пьесы Эдмона Растана. Бержерак расположен в крупном винодельческом регионе. Здесь производят не только вино, но и самый знаменитый крепкий напиток в мире – коньяк. Его название происходит от небольшого одноименного городка на реке Шаранта. Первый завод по производству легендарного напитка основал шотландец по имени Атар. Исходный продукт для производства коньяка – белый виноград уни-блан. В 18 веке винодел Реми Мартен прославил коньяк, и сегодня его имя – одна из известнейших торговых марок. Дистилляция напитка происходит в медных котлах, которые нагреваются на открытом огне. По форме они напоминают волшебную лампу Аладдина. Действительно волшебство – превосходный напиток из перетертого винограда. Фирменный заводской знак – кентавр, символизирующий единство человека и природы. Такое зрелище могло бы вывести консервативных британцев из себя. Коньяк в обычном стакане и, о ужас, залитый тоником со льдом. Но, с другой стороны, в приятном женском обществе позабыть о традициях вполне простительно. Мода меняется. Коньяк вновь набирает популярность. Кто знает, может быть дополненный вкусом абрикоса или персика в версии «Лайт», он вскоре станет хитом ночных клубов. Каждый год в сентябре в округе Медок, знаменитого винодельческого региона Бордо, пёстрая публика собирается для бега с переодеваниями. Музыкой, танцами и сумасшедшим весельем встречают люди наступающую осень. В толпе смешались местные жители и приезжие. Необычный марафон начинается в Паяке, к северу от Бордо. Участников на трассе ожидает несметная выкладка закусок. Более 15 тысяч свежих атлантических сельдей, 400 килограммов запеченных антрикотов и 160 килограммов сыра. Есть и вино, ведь трасса проходит по одному из самых знаменитых винных регионов Европы. Отдельная колонна напоминает о политических течениях времён Французской революции. Именно из Бордо происходила группировка жерандистов, которая после нескольких лет правления вынуждена была уступить власть якобинцам. Многие жерандисты окончили свою жизнь на гильотине. Подобно корпусу судна, доставлявшего вино из Бордо, выглядит здание школы вина Мезон-Дювен де Бордо. Главной гордостью горожан был Большой театр в классическом стиле. Его великолепное фойе послужило образцом при создании Гран-Опера в Париже. Сон-э-Люмьер Ночные спектакли, поставленные на игре света и звука, представленные в исторических зданиях или на их фоне, пользуются во Франции неизменной популярностью. Закрытые для автомобильного движения обновленные бульвары притягивают толпы туристов. Особой популярностью пользуются открытые допознаночные рестораны и винотеки, где можно научиться трудному искусству сомелье или купить что-нибудь на разлив. В Каф Пассаван дегустация благородных урожаев Бордо проходит в стилизованной старинной атмосфере. С тайнами создания вина знакомит один из местных экспертов. Многие считают, что экспансия вин Бордо началась в XIX веке с небольшого замка Шато-Обрион. Его виноградники, единственные расположенные за Медоком, получили в 1855 году высшую оценку в классификации вин – Premier Grand Cru. По сей день здешнее вино считается одним из лучших сортов Бордо. Какой контраст с буйной растительностью Аквитании. Дюна Пилата, самая большая по высоте и количеству песка, лежит в неполных 60 километрах от Бордо. Волны Атлантики бросаются на почти 500-километровую прибрежную полосу, по большей части дикую и нелюдимую. На длинных белых пляжах Кот-Даржан, Серебряного побережья, можно рассчитывать на обильный улов. Море является неиссякаемым источником кулинарных изысков. Залив-бассен Даркашон знаменит своими устрицами. Аркашонские устрицы ценили еще римляне, но разводить моллюсков начали в XIX веке. Великолепный краб венчает пирамиду из устриц, креветок и других даров моря. Самые ценные деликатесы – это омар и морские улитки. К двустворчатым и ракообразным подают специальные приборы – вилочку, пику, щипцы для улиток, резак для раков. Чтобы пользоваться ими нужен навык, но никто не возмутится, если мы будем есть прямо руками. Самое главное здесь – достичь удовольствия при дегустации блюда. Этикет важен, но он не на первом месте. Пуату – дикий край на западе Франции. На его территории находится болото Маре-Пуатвен с непроходимыми лесами. Похоже на адский котел. Взбаламученная веслом вода выпускает пузыри. Это метан, который образуется в больших количествах при процессах гниения. Но зеленый глаз вскоре закрывается, и болотный дракон засыпает. Единственное транспортное средство здесь – лодка. Лучше не исследовать болото без проводника. В лабиринте каналов легко заблудиться. Живописная долина Луары несколько веков, начиная с 15-го, была ареной необъявленного соревнования принцев и вельмож в постройке самых удивительных замков. Один из них – королевская резиденция в Блуа – была главным политическим центром Франции с 12-го до конца 16-го века. Четыре крыла здания представляют различные архитектурные стили, в которых построены другие замки на Луаре. Самый большой и красивый замок во всей долине – замок Шамбор. Его строительство начал в 16-м веке, известный своей экстравагантностью король Франциск I. Не исключено, что в работе над проектом участвовал сам Леонардо да Винчи. Строительство продолжалось более ста лет. Поначалу Франциск даже хотел изменить течение Луары, чтобы она протекала у подножия замка. Но и без этого результат превзошел все ожидания. Королевскую резиденцию венчает лес труб, башенок и куполов. Замок ограждает стена длиной в полтора десятка километров. О прежнем строительном буме свидетельствуют старые каменоломни. Влажность воздуха в них 90%, а постоянная температура 12-16 градусов. Это идеальные условия для выращивания грибов, для роста которых не нужен солнечный свет. Грибы специально выращивали уже в Средневековье. С той поры их кулинарные позиции укрепились. Современный француз съедает 2 килограмма грибов в год. Бальзак назвал элегантный замок Азельо-Ридо бриллиантом на реке Эндер. Постройка очаровывает свои идеальные симметрии и пропорциями. Шато де Виландри в стиле Ренессанс окружен водным садом в мавританском стиле. Но не меньше, чем архитектура, привлекает внимание и здешняя природа, старательно оформленная квадратами в шахматном порядке. Сад Виландри расположен на трех уровнях. Здесь сочетаются тщательно подобренные цветы, овощи, подстриженные деревца и кустарники. Основная идея композиции – это любовь. Разные части сада символизируют страстную, трагическую, романтическую и непостоянную любовь. Сотни лет садовники облекают зеленые насаждения в строгие геометрические формы. Музыка 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 Более тысячи лет регион Герант у места впадения Луары в Атлантику является местом добычи известной во всём мире серой морской соли. Сегодня, как и во времена римлян, добыча соли – тяжёлый ручной труд, который кормит 350 окрестных семей. Солёная вода во время прилива попадает в водохранилища, которые занимают более 1800 гектаров. Ветер и солнце сушат отмели. На поверхности появляется кристаллизованная соль. Её надо собрать до очередного прилива. Средневековые укрепления окружают городок Герант на бретонском побережье Атлантики. Внутрь ведут лишь четверо узких ворот, обращённых к разным сторонам света. Жизнь за стенами течёт в замедленном ритме, как и века назад. Рынок располагается всё в том же месте, у подножия церкви Сент-Обен. В белых мешочках флёр-де-сель – солёное золото-гренады, синоним здоровья и качества. В самом сердце Нормандии слышится рёв китайского дракона. В нынешнем году традиционный яблочный фестиваль в Вимутье проходит в таком антураже. Ну что ж, на Востоке, как и во Франции, яблоко тоже считается ценным плодом. В честь сочного фрукта даже воздвигнут храм. История яблока начинается в раю и не отстаёт от истории человечества. В настоящее время насчитывается более 20 тысяч сортов яблок. На фестивале в Вимутье можно увидеть самые редкие и экзотические яблоки. Если бы Ева оказалась перед этаким выбором, первородный грех наверняка случился бы попозже. В 400-летнем соборе Нотр-Дам в городке Алансон была крещена святая Тереза из Лизьё. На протяжении веков историю города творили главным образом женщины, среди которых и королева Елизавета Орлеанская. Готический собор выделяется в панораме нормандского городка Се. В тени собора стоит Лёдофин – стильный отель, выстроенный из пружского камня. Хозяин и одновременно шеф-повар – Роже Белье, чьё фирменное блюдо – телятина в креме из кальвадоса с яблоками. Куски телятины слегка поджариваются в горячем масле, после чего отправляются в печь. Нужно ещё подрумянить на сковороде мелко порезанный лук с цикорием. Вкус и аромат добавляет крем из кальвадоса – яблочного бренди. В конце концов блюда заправляют густыми сливками, тоже фирменным продуктом региона. Добавим соль, перец и мелкомолотый купырь. Яблоками занялась мадмуазель. Вымытые, но не очищенные, они попадают в горячее подслащённое масло. Блюдо готово. На кремовую подливку кладутся куски телятины, пропитанные сладким маслом кусочки яблок, тушёные овощи, фасоль и последний штрих – листок лесного купыря. Бон аппетит! Конюшню Ара-Дюпен называют «Лошадиным Версалем». Комплекс был спроектирован тем же архитектором, что разбивал сады недалеко от Парижа. Основал королевские конюшни Людовик XIV – король солнца. Ара-Дюпен известна в мире до сих пор. Здесь выращивают отменных коней и готовят кавалерийских скакунов. Летом, по четвергам, после обеда конюшня открывается для осмотра. Изящный небольшой замок служит фоном для выездки и вольтежировки. Северное побережье Нормандии навсегда связано со Второй мировой войной и высадкой союзников 6 июня 1944 года. Именно здесь американцы и англичане решили вмешаться в разгром фашистов в Советской армии. Монсен-Мишель – один из наиболее фотогеничных уголков Нормандии. Огромное аббатство, выросшее на одиноком скалистом острове 1300 лет назад, нерушимый символ и оплот христианства. Город Байо был освобожден союзниками в первую очередь и поэтому избежал разрушений. Есть мнение, что именно отсюда Вильгельм Завоеватель отправился покорять Англию. Близлежащий городок Изиньи-Сюрмер знаменит сырами. Самый известный из них – полутвердый Мимулетт. Свой характерный ярко-оранжевый цвет сыр получает благодаря морковному соку, которым его окрашивают. Вид прекрасного алебастрового побережья венчает нашу историко-кулинарную экскурсию по Франции. Великолепие, доступное прежде лишь элите, теперь открыто всем желающим – «Бон Ваяж» и «Бон Аппетит». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok